Друзья, всем привет! С вами Павел Сидорик, канал о ремонте и отделке. Сегодня у нас не совсем обычный ролик. Монтировать теплый пол на кухне будет очаровательная девушка своими руками. Всем привет! Меня зовут Вика. Сегодня я буду помогать ребятам укладывать теплый пол на кухне. Все то, просто слишком много желающих собралась посмотреть, как Вика будет работать. В этом ролике мы решили немного добавить красок в нашу серую строительную жизнь и позвали Вику к нам на объект. Посмотрим, справится ли она с монтажом теплого пола. Ну конечно, если Вика не справится, то мы ей подскажем, что делать и поможем. Вот тебе теплый пол, можешь приступать. Продукт от компании PSO Project. Компания уже давно выпускает систему инфракрасного теплого пола под ламинат. А это новинка от этой компании. Ультратонкий теплый пол для укладки под плитку или натуральный камень. Называется он Zebra EVA 300 PGK. Полностью российское производство. Толщина теплого пола Zebra PGK менее 0,5 мм. Это, пожалуй, самый тонкий теплый пол, который я видел. За счет этого его можно укладывать прямо в плиточный клей в момент облицовки. Ширина греющего кабеля составляет рекордные 23 мм. Защитная оболочка выполнена из алюминия. Он очень хорошо передает тепло, а также является экраном от электромагнитных излучений. Поэтому теплый пол Zebra не боится запирания мебелью и другими предметами. Приступаем к работе. Начинаем с изучения инструкций, где производитель подробно описывает все этапы и требования к материалам. Предварительно основание было выровнено, залита тонкослойная стяжка по маякам. Перед монтажом пола обязательно следует обеспылить основание. Далее грунтуем пол. Можно смотреть на три вещи бесконечно. На огонь, воду и то как Вика работает. Помимо самого пола нам нужен еще и терморегулятор. Здесь будет стоять обычный механический. Базовый набор электрика для снятия изоляции и скрутки проводов и строительный фен для термотрубок. А еще нужно будет сделать штробу для магистрального кабеля, поэтому понадобится тяжелый мужской инструмент. Подрозетник для терморегулятора должен быть глубокий, так как там много проводов. Перед раскладкой нагревательных матов размечаем, где будет стоять мебель, так как укладывать туда мат нецелесообразно. Раскладываем маты согласно нашей схеме, по принципу 20 сантиметров от стен и 20 сантиметров от мебели. Получается на кухню 4 мата. Маты между собой будут соединяться магистральным кабелем сечением полтора. Для него размечаем штробу. Теперь можно резать штробу, но не забывайте о средствах защиты. Я уже думал, что Вика сдастся, но не тут-то было и такая тяжелая работа ей по плечу. У Вики неплохо получается, как будто она всю жизнь резала бетон. Затем выбиваем штробу перфоратором. На стене тоже сделали подготовку под прокладку кабеля. Убираем за собой мусор и грунтуем штробу. Ну что, не ожидал, что я так справлюсь? Да, Вика, слушай, действительно, я думал, что штробу придется делать мне под магистраль, но ты забыла одну важную вещь. Какую? Это температурный датчик, который заводится в гофру и располагается между петель. Под него тоже надо было сделать штробу. Это мы исправили. Температурный датчик в гофре смонтировали. Вмазали его в стяжку между двух нагревательных мазок. В целях безопасности и надежности соединения коммутацию магистрального кабеля я взял на себя. Вика только наблюдала. Все провода были спаяны и одеты в термотрубке. Соединение готово. Подключили терморегулятор, теперь можно проверять пол. Включаем терморегулятор. Тут мой мобильный тепловизор оказался очень кстати. Так выглядит теплый пол. А так выглядит Вика в тепловизоре. При укладке плитки следует подбирать клей, который подходит для теплого пола. На такой теплый пол есть два способа укладки плитки. Первый способ это кладка плитки сразу на теплый пол, намазывая пол и плитку клеем. Направление клея на плитке должны быть перпендикулярны клею на полу. И второй способ это сначала аккуратно промазать теплый пол клеем, а потом уже укладывать под гребенку плитку. Больше подходит для больших помещений, чтобы не топтаться при укладке по незащищенным матам. Ну что, ролик подошел к концу. Если вам понравилась Вика, то конечно же ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Всем хорошего настроения, до новых встреч!